Первое царств, глава 21. И пришел Давид в Номву к Ахимелеху, священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом, и сказал ему, почему ты один, и никого нет с тобою. И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручено тебе, поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой? Дай мне хлебов пять или что найдется. И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин, пусть сидят. И отвечал Давид священнику и сказал ему, женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со временем как я вышел, и сосуды отраков чисты, а если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах. И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день перед Господом один из слуг Сауловых по имени Доик и Думияни, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху, нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча, ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное. И сказал священник, вот меч Голиафа Филистимляяна, которого ты поразил в долине Дуба, завернутый в одежду позади Ифода, если хочешь, возьми его, другого, кроме этого, нет здесь. И сказал Давид, нет ему подобного, дай мне его, и дал ему. И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гевскому. И сказали Анхус услуги его, не это ли Давид царь той страны, не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гевского, и изменил лицо свое перед ним, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, кидался на руки свои и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим, видите ли, человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мной? Неужели он войдет в дом мой? Первое царство, глава двадцать вторая. И вышел Давид оттуда, и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его, и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около четырехсот человек. Оттуда пошел Давид в массиву Моавицкую, и сказал царю Моавицкую, пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мной Бог. И привел их к царю Моавицкому, и жили они у него все время, доколе Давид был в оном убежище. Но пророк Гат сказал Давиду, не оставайся в этом убежище, наступай, иди в землю Иудину. И пошел Давид, и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве, под дубом на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его, послушайте, сыны Вениаминовы, «Неужели всем вам даст сын Иесея поля и виноградники, и всем вас всех поставят тысяченачальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда и сын мой вступил в дружбу с сыном Иесея? И никто из вас не пожалел о мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Доик и Думеянин, стоявший со слугами Саул, и сказал, «Я видел, как сын Иесея приходил в Номву к Ахимелеху, сыну Ахитува. И тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа Ферестемляина отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитува, священника, и везде дом отца его, священников, что в Номве. И пришли они все к царю. И сказал Сауль, «Послушай, сын Ахитува». И тот отвечал, «Вот я, господин мой». И сказал ему Саул, «Для чего вы сговорились против меня, ты и сын Иесея, что ты дал ему хлебы и меч и вопросил о нем Бога, чтобы он восстал против меня и строил мне ковы, как это ныне видно?» И отвечал Ахимелех царю и сказал, «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем. Теперь ли я стал вопрошать для него Бога?» «Нет, не обвиняй в этом царь раба твоего и весь дом отца моего, ибо во всем этом деле не знает раб твой ни малого, ни великого». И сказал царь, «Ты должен умереть, Ахимелех, ты и весь дом отца твоего». И сказал царь телохранителям, стоявшим при нем, «Ступайте, умертвите священников Господних, ибо их рука с Давидом, и они знали, что он убежал, а не открыли мне». Но слуги царя не хотели поднять рук своих на убивание священников Господних. И сказал царь Дойку, «Ступай ты, и умертви священников». И пошел Дойка и Думеянин, и напал на священников, и умертвил в тот день восемьдесят пять мужей, носивших льняной фод. И номбугора священников поразил мечом, а мужчины, женщины, юноши, и младенцев, и валовы, ослов, и овец поразил мечом. «Спасся только один сын Ахимелеха, сына Ахитова по имени Авиафар, и убежал к Давиду. И рассказал Авиафар Давиду, что Саул умертвил священников Господних. И сказал Давиду Авиафару, «Я знал в тот день, когда там был Дойка и Думеянин, что он непременно донесет Саулу. Я виновен во всех душах дома отца твоего. Останься у меня, не бойся, ибо кто будет искать моей души, будет искать и твоей души. Ты будешь у меня под охранением». 1 Царь, глава 23. Известили Давида, говоря, «Вот филистимляне напали на Кииль, и расхищает Гумна. И попросил Давид Господа, говоря, идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян. И отвечал Господь Давиду, иди, ты поразишь филистимлян и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему, «Вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчения филистимских? Мы попадем в плен к филистимлянам». Тогда снова просил Давид Господа, отвечал ему Господь и сказал, «Встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Виафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду и пошел с ним в Кииль, то принес с собой ей фод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, и Саул сказал, «Бог предал его в руки мои, и вон запер себя, войдя в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ, Саул на войну, чтобы идти в Киилю, осадить Давида и людей его. Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Ахимелеху, «Принеси ей фод Господень». И сказал Давид, «Господи Божий Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Придадут ли меня жители Кииля в руки его, и придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? «Господи Божий Израилев, открой рабу твоему!» И сказал Господь, «Придет». И сказал Давид, «Придадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула?» И сказал Господь, «Придадут». Тогда поднялся Давид и люди его, около шестисот человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу же было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход. Давид же пребывал в пустыне, в неприступных местах, потом на горе, в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его, и видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив в лесу, и встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему, «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе, и Саул, отец мой, знает это». И заключили они между собой завет перед лицем Господа, и Давид оставался в лесу, а Иоаннафан пошел в дом свой. И пришли Зефеи к Саулу в Гиву, говоря, «Вот, Давид, скрывается у нас в неприступных местах в лесу на холме Гахила, что напротив от ее Симона. Итак, по желанию души твоей, царь, иди, а наше дело будет предать его в руки царя». И сказал им Саул, «Благословен его у Господа за то, что пожалели о мне. Идите, удостоверьтесь еще, разведайте и высмотрите место его, где будет нога его, и кто видел его там, ибо мне говорят, что он очень хитер. И высмотрите и разведайте о всех убежищах, в которых он скрывается. И возвернитесь ко мне с верным известием, и я пойду с вами. И если он в этой земле, я буду искать его во всех тысячах иудинах». И встали они и пошли в Зеф прежде Саула. Давид же и люди его были в пустыне Мауи, на равнине направо от Симона. И пошел Саул с людьми своими искать его. Но Давида известили об этом. И он перешел к скале и оставался в пустыне Мауин. И услышал Саул и погнался за Давидом в пустыню Маун. И шел Саул по одной стороне горы, а Давид с людьми своими был на другой стороне горы. И когда Давид спешил уйти от Саула, а Саул с людьми своими шел в обход Давиду и людям его, чтобы захватить его, тогда пришел к Саулу вестник, говоря, поспешай и приходи, ибо филистимляне напали на землю. И возвратился Саул от преследования Давида. И пошел на встречу филистимлянам. Посему и назвали это место села Гамах-Леков. И пошел Давид оттуда и жил в безопасных местах Эн-Гадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Эн-Гадди. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечевым при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду и люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот, я придам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. И удержал Давид людей своих всеми словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид. И вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря, Господин мой царь! Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки моей в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя. Но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на Господина моего, ибо он помазанник Господа. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства. И я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою. И да отомстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою. Господь да будет судьей и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, изберет дело мое и спасет меня от руки твоей. Когда кончил Давид, говорит слова сие к Саулу. Саул сказал, твой ли это голос, сын мой Давид? И возвысил Саул голос свой и заплакал. И сказал Давиду, ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мной милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои. Ты не убил меня. Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что сделал ты мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израиля будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня, и не уничтожишь имени моего в доме отца моего. И поклялся Давид Саулу. И пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место, в место укрепленное. Первое царство, глава двадцать пятая. И умер Саул, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли в доме его в раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили. Человек очень богатый, у него было три тысячи овец и тысяча коз. И был он при стрижке овец своих, накормили. Имя человека этого Навал, а имя жены его, Авигия, эта женщина была весьма умной и красивой лицом. А он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет, накормили овец своих. И послал Давид десять отроков, и сказал Давид отрокам. Взойдите на кормил, и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени, и скажите. Так, здравствуй, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот, пастухи твои были с нами, и мы не обижали их. И ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. И так, да найдут отроки благоволения в глазах твоих. Ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И пошли люди Давидовы. И сказали Навалу от имени Давида все эти слова и умолкли. И сказал Навалу, и отвечал слугам Давыдовым, и сказал, кто такой Давид? И кто такой сын Иисея? Но не стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои, и воду мою, и вино мое, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю откуда они? И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим, опояшьтесь с каждым мечом своим. И все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом, и пошли за Давидом около четырехсот человек, а двести остались при обозе. Авигея же жену Навала известил один из слуг, сказал, вот что Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина. Но он обошелся с ними грубо, а эти люди очень добры к нам. Не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, быв в поле. Они были для нас оградой, и днем, и ночью, во все время, когда мы пошли стада вблизи их. И так подумай, посмотри, что делать, ибо неименуемо угрожает беда господину нашему, и всему дому его. А он человек злой, нельзя говорить с ним. Тогда Авигея поспешно взяла двести хлебов, и два меха с вином, и пять овец приготовленных, и пять мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и двести связок смоку, и навьющила на ослов. И сказала слугам своим, ступайте впереди меня, вот я пойду за вами, а мужу своему навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал, да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему, но он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида еще больше сделать, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит навалу, я оставлю мочащегося к стене. Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со сла, и пала перед Давидом на лицо свое, и поклонилась до земли. И пала к ногам его, и сказала, на мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на навала, ибо каково имя его, таков и он. Он навал имя его, и безумие его с ним, а я раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие крови, и удержит руку твое от мщения. И ныне добудет, как навал, враги твои, и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Прости вину рабы твоей. Господь непременно устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он, как бы прощую. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно кровью и сберег в себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою, и окажешь милость ей, и сказал Давид Авигея. Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне, и благословен разум твой, и благословен ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне, то до рассвета утреннего я не оставил бы Навалу, мочащегося к стене. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей, иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое. И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело, он же был очень пьян, и не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом, и замерло в нем сердце его, и он стал как камень. Дней через десять поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал, благословен Господь, воздавший за постромление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову, и послал Давид сказать Авигея, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авигее, накормил, и сказал ей так, Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену. Она встала и поклонилась лицом до земли, и сказала, вот, раба твоя готова быть служанкой, чтобы умывать ноги слуг господина моего. И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и пять служанок сопровождали ее. И пошла она за послами Давида, и сделалась его женою. И Ахинааму из Изриэля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Мелхолу, жену Давиду, Фаутию, сыну Лаиша, что из Галлима. Первая книга Царств, глава двадцать шестая. И пришли Зефеи с юга к Саулу в Гиву, и сказали, вот, Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо-то из Симона. И стал Саул и спустился в пустыню Зиф, и с ним три тысячи отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф. И расположился Саул на холме Гахила, что направо-то из Симона, при дороге. Давид же находился в пустыне, и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатого, и узнал, что Саул действительно пришел из Кииля. И встал Давид тайно, и пошел к месту, на котором Саул расположился с Таном, и увидел Давид место, где спал Саул Авенир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид, и сказал Афимилеху, Хитиянину, и Овесе, сыну Сороину, брату Иава, говоря, «Кто пойдет со мною к Саулу, встан!» И отвечал Авеста, «Я пойду с тобою». И пришел Давид с Овесою к людям Саулу в ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его, а Венир же и народ лежат вокруг него. А Веса сказал Давиду, «Предал Бог ныне врага твоего в руки твоей. Итак, позволь, я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Овесе, «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». И сказал Давиду, «Жив Господь, пусть поразит его Господь, или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня, а возьми его копье, которое у изголовья его и сосуд с водой, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водой у изголовья Саула и пошление к себе, и никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся, но все спали. Ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону, и встал на вершине горы вдали, большое расстояние было между ними. И воззвал Давид к народу и Авениру, сыну Нирову, говоря, «Отвечай, Авенир!» И отвечал Авенир и сказал, «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авениру, «Не муж ли ты, и кто рай он тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь! Ты достоин смерти за то, что не бережешь господина вашего помазанника Господнем. Посмотри, где копье царя и сосуд с водой, что были у изголовья его?» И узнал Саул голос Давида и сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид, «Мой голос, господин мой царь!» И сказал еще, «За что, господин мой, преследует раба твоего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушит господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то добудет это от тебя благовонную жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они перед Господом. Ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря, ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю перед лицем Господа. Ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняется за куропаткой по горам». И сказал Саул, «Согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешил». И отвечал Давид и сказал, «Вот копье царя, пусть один из отраков придет и возьмет его. И да воздаст Господь каждому по правде его и поистине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки мои на помазанника Господня. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа. И да покроет он меня, и да избавит меня от всякой беды». И сказал Саул Давиду, «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место». 1 Царств, глава 27. И сказал Давид в сердце своем, «Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И встал Давид и отправился сам и шестьсот мужей, бывших с ним к Анхусу, сыну Маоха, сарю Гевскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе, самые люди его, каждый с семейством своим. Давид и обе жены его, Ахинаама, изрилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармалитянка. И донесли Саула, что Давид убежал в Гефе, и не стал он более искать его. И сказал Давид к Анхусу, «Если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там. Для чего, рабу твоему, жить в царском городе вместе с тобою?» Тогда дал ему Анхус Сикилак, посему Сикилак и остался за царями иудейскими до ныне. Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было год и четыре месяца. И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гессурян, и герзиян, и амаликетян, которые изовно населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту землю, и не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин. И забирал овец, и валовы, ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, приходил к Анхусу. И сказал Анхус Давиду, «На кого нападали ныне?» Давид сказал, «На полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерахмеела, и на полуденную страну Кинеи. И не оставлял Давид в живых ни мужчин, ни женщин, и не приводил в Геф, говоря, «Они могут донести на нас и сказать, так поступил Давид, и такого образа действия его во все время пребывания в стране филистимской». И доверился Анхус Давиду, говоря, «Он опротивил народу своему Израилю, и будет слугою моим вовек». 1 Царств, глава 28. В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду, «Да будет тебе известно, что ты пойдешь со мной в ополчение, ты и люди твои». И сказал Давид Анхусу, «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». И сказал Анхус Давиду, «Зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». И умер Самуил, и оплакивали его все израильтяне, и погребли его в раме, в городе его. И Саул же и знал волшебников и гадателей страны. И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Санаме. Собрал Исаул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Вурим, ни через пророков. Тогда Саул сказал слугам своим, «Сыщите мне женщину-волшебницу, и я пойду к ней, и спрошу ее». И отвечали ему слуги его, «Здесь, в Аэндоре, есть женщина-волшебница». И снял с себя Саул одежды свои, надел другие, и пошел сам, и два человека с ним, и пришли они к женщине ночью. И сказал ей Саул, «Прошу тебя, поворажи мне, и выведи мне, о ком я скажу тебе». Но женщина отвечала ему, «Ты знаешь, что сделал Саул, как выгнал он из страны волшебников и гадателей? Для чего же ты расставляешь сеть душе моей на погибель мне?» И поклялся ей Саул Господом, говоря, «Жив Господь, не будет тебе беды за это дело». Тогда женщина спросила, «Кого же вывезти тебе?» И отвечала ему, «Самуила, выведи мне». И увидела женщина Самуила, и громко вскрикнула, и обратилась женщина к Саулу, говоря, «Зачем ты обманул меня? Ты Саул?» И сказал ей, «Царь, не бойся, скажи, что ты видишь?» И отвечала женщина, «Вижу, как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала, «Выходит из земли муж, престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю и поклонился. И сказал Самуил Саулу, «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул, «Тяжело мне очередь. Перестемляне воюют против меня. А Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророка, ни во сне, ни в видении. Потому и вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» «Господь сделает то, что говорил через меня, отнимет Господь царство из рук твоих и отдаст его ближнему твоему Давиду. Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. «Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стану израильски, предаст Господь в руки филистимлян». Тогда Саул вдруг пал всем телом своим на землю, ибо сильно испугался слов Самуила, притом и силы не стало в нем, ибо он не ел хлеба весь тот день и всю ночь. И подошла женщина так к Саулу и увидела, что он очень испугался и сказала, «Вот, раба твоя послушалась голоса твоего, а подвергала жизнь своей опасности и исполнила приказание, которое ты дал мне. Теперь прошу, послушайся, и ты голоса рабы твоей. Я предложу тебе кусок хлеба, поешь, и будет тебе крепость, когда пойдешь в путь». Но он отказался и сказал, «Не буду есть», и стали уговаривать его, слуги его, а также и женщины, и он послушался голоса их, и встал с земли и сел на ложе. У женщины же был в доме откормлен теленок, и она поспешила заколоть его, и, взяв муки, замесила и испекла пресники, и предложила Саулу и слугам его, и они поели, и встали, и ушли в ту же ночь. 1-я царств, глава 29 «И собрали филистимляне все ополчения свои в Афеке, а израильтяне расположились станом у источника, что в Израиле. Князья филистимские шли с сотнями и тысячами, давиджие люди его шли позади с Анхусом». И говорили князья филистимские, «Это что за евреи?» Анхус отвечал князьям филистимским, «Разве не знаете, что это Давид? Раб Саула, царя израильского. Он при мне уже более года, и я не нашел в нем ничего худого со времени его прихода до сегодня». И вознегодовали на него князья филистимские, сказали ему князья филистимские, «Отпусти этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. С чем он может умилостить господина своего, как ни головами с их мужей? Не тот ли это Давид, которому пели в хороводах, говоря, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч?» И призвал Анхус Давида и сказал ему, «Жив Господь, ты честен, и глазам моим приятно было бы, если бы ты выходил и входил со мной в ополчение, ибо я не заметил в тебе худого со времени прихода твоего ко мне до сего дня, но в глазах князей ты нехорош. Итак, возвратись теперь, иди с миром, и не раздражай князей филистимских». И Давид сказал Анхусу, «Что я сделал? И что ты нашел в рабе твоем с того времени, как я перед лицом твоим до сего дня? Почему бы мне не идти и не воевать с врагами господина моего царя?» И отвечал Анхус Давиду, «Будь уверен, что в моих глазах ты хорош, как ангел Божий, но князья филистимские сказали, пусть он не идет с нами на войну. Итак, встань утром, ты рабы господина твоего, которые пришли с тобой, и идите на место, которое назначил вам, и не имей худого и мысли на сердце твоем, ибо ты передо мной хорош. И встаньте поутру, и когда светло будет, идите». И встал давить самые люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль. 1 Ассарс, глава 30. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Секилах, а маликитяне напали с юга на Секилах и взяли Секилах и сожгли его огнем. А женщины всех бывших нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль. И плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама и Израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала-Кармелетянина. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душой весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне Ефот. И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам, и шестьсот мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Ассор, и устало остановились там. И преследовал Давид сам, и четыреста человек, двести же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Ассорске. И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду. И дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою. И дали ему часть связки смоку, и две связки изюму. И он ел, и укрепился, ибо он не ел хлеба, и не пил воды три дня и три ночи. И сказал ему Давид, чей ты, и откуда ты? И сказал он, я отрок египтянин, раб одного мелики тянина. И бросил меня господин мой его уже три дня, как я заболел. Мы вторглись в полуденную часть Терети, в область Иудина, и в полуденную часть Халева, а Секилах сожгли огнем. И сказал ему Давид, доведешь ли меня до этого полчища? И сказал он, поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня и не предашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища. Давид поклялся ему. И повел его, и вот, амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской и из земли иудейской. И напал на них, и поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели наверх блюдово и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне. И обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. И пришел Давид к тем двумстам человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока воссор. И вышли они навстречу Давиду и навстречу людям, бывшим с ним. И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, за то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей, и идет. Но Давид сказал, не делайте так, братья мои, после того, как Господь дал нам это и сохранил нас, и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле. Они не хуже вас. Какова часть, сходивших на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. И пришел Давид в Секелак и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим говоря, вот вам подарок из добычи, взятый у врагов Господних, тем, которые в Ефире и в Рамофе Южном, и в Еатире, и в Гефоре, и в Раере, и в Аммаде, и в Шифмофе, и в Эстимуа, и в Гефе, в Кинане, в Сафене, и в Емфимафе, и в Рахале, в городах Иерахмеельских, и в городах Кинейских, и в Хорме, и в Хорошане, и в Аттахе, и в Хевроне, и во всех местах, где ходил Давид сам, и люди его. Первое царство, глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами и побежали мужи израильские от филистимлян и пали пораженные на горе Гелвоя. И догнали филистимляне Саула и сыновей его и убили филистимляне Янафана и Амминадавы и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранил был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему, «Обнажи меч твой и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не убили меня и не издевались недо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саула три сына его, и оруженосец его, и также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины из Иордана, видя, что люди израильские побежали, что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых, нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гелвуйской, и поворотили его, и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить осемь в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарта, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Иависа Галатского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись те люди сильные, и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана. И пришли в Яавис, и сожгли их там. И взяли кости их, и погребли под дубом в Яависе, и постились семь дней.